Прошу вас. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Как и объём добычи нефти в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне. Что бы я здесь отметил? В последние десятилетия российская нефтедобыча оказалась в значительной степени зависима от иностранного оборудования и сервиса. Но уже к 2025 году мы планируем довести долю отечественного оборудования в отрасли до 80%. Таким образом, несмотря на уход западных компаний с российского рынка, сами себе только хуже делают, мы сможем обеспечить добычу нефти в необходимых объёмах. Что касается российского газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках. Подтверждают свою эффективность такие проекты, как «Силы Сибири» и «Турецкий поток». У нас действует на Турцию для внутреннего турецкого рынка ещё и «Голубой поток». По «Турецкому потоку» транзитируется сейчас в Европу 14 миллиардов кубических метров газа. Не такой уж большой объём, но приличный. Что в этой связи хотел бы сказать? Утраченный объём транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы переместить и в регион Чёрного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнёры. В целом экономическая целесообразность, конечно, есть, и уровень безопасности здесь, судя по последним событиям, конечно, значительно выше. Прибавляет и высокотехнологичный сегмент сжиженного природного газа. Его производство в России в августе выросло почти на 60%. В том числе успешно работает уникальный завод «Ямал-СПГ», расположенный в арктических широтах. Дают результаты наши системные меры по освоению ресурсной базы Арктики, по развитию Северного морского пути и транспортного, и ледокольного флота. Будем и дальше наращивать энергетический экспорт на быстро растущие рынки. И, конечно, намерены расширять географию наших поставок. Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры и начнём их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири-2» и его монгольский участок «Союз-Восток». А также стыковку азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы. Продолжим поддерживать проекты СПГ-терминалов. Все стратегические и предельно конкретные задачи в этой сфере перед правительством России поставлены. Уверен, они будут решены. Также продолжим переход на расчёты в национальных валютах при поставках российских энергоносителей. Один из таких примеров уже называл «Газпром» и его китайские партнёры решили перейти на рубль и юань в равных пропорциях при оплате поставок газа. Некоторые европейские партнёры, как вы тоже хорошо знаете, тоже перешли на оплату нашего газа в российской национальной валюте, в рублях. Уважаемые коллеги, безусловно, Россия была и будет одним из крупнейших участников глобального энергетического рынка. Но наша ключевая задача в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, прежде всего, на повышение её конкурентоспособности, на развитие и благоустройство наших регионов, городов, посёлков, на улучшение качества жизни наших граждан. Отдельное стратегическое направление – это повышение объёмов переработки сырья. У нас уже реализуются масштабные планы в этой сфере, в том числе на Дальнем Востоке запущены проекты по развитию крупной и малотоннажной нефти и газохимии. В ближайшие годы количество таких проектов заметно вырастет. Набирает ход программа социальной газификации. Речь идёт о жилых домах в городах и сёлах, где проложен сетевой газ. На начало октября газ подведён уже к земельным участкам свыше 300 тысяч домовладений. Вместе с тем, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка – это серьёзное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет. Мы уже тоже говорили об этом. Речь, прежде всего, о многодетных семьях, ветеранах, инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь. Мы сделаем это. О чём идёт речь? Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидий должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение. Понимаю, что бюджетные возможности у разных регионов разные. Поэтому предоставление субсидий в субъектах федерации с низким уровнем бюджетной обеспеченности будет поддержано за счёт федеральных ресурсов. Прошу правительство держать на контроле реализацию этой меры, поддержки граждан, оценивать, нужны ли здесь дополнительные шаги. Ещё одно новое решение. Мы уже договорились включить в программу социальной газификации школы, подвести к ним сети. Считаю правильным, если в ближайшее время правительство вместе с «Газпромом» примет аналогичные решения в отношении медицинских организаций, поликлиник, больниц, ФАПов. Таким образом, ключевые для территории социальные объекты, медицинские и образовательные, получат источник дешёвой и экологически чистой энергии, что особенно важно для сельской местности. Продолжение следует...